На мероприятии гостей региона познакомились с Центром компетенции развития промышленности. Также подвели общие итоги встречи с обеих сторон. В современных условиях нам важно не конкурировать, а находить новые точки соприкосновения, дополнять друг друга. Именно развитие горизонтальных связей сейчас принесет успех сделать сильнее всех нас. Ранее, напомним, ульяновцы приезжали в Йошкаралу, где также знакомились с экономическим потенциалом коллег. Тогда было отмечено, что регионы похожи по структуре промышленности, поэтому наладить межрегиональную кооперацию – дело нетрудное. Мы хотим, чтобы эти отношения, кооперация, она, может быть, выходила уже на новый уровень. И все-таки мы видели те точки соприкосновения, те интересы, которые бы позволили нам совместно на благо трудиться. На мероприятии подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Приволжским государственным технологическим университетом и УЛГТУ. Вузы займутся подготовкой кадров и созданием совместных образовательных проектов. Если мы говорим про образовательные проекты, это проекты, связанные с интеграцией таких дисциплин, как машин обучения, как искусственный интеллект в наши учебные программы. И по научным проектам тоже мы можем взаимодействовать в плане развития систем искусственного интеллекта промышленности и реализации общих проектов в сфере беспилотных аппаратов. Также руководство Поволжского технологического университета подписало соглашение с Ульяновским авиазаводом. ПАО «Ил Авиастар» успешно развивается, есть потребность в кадрах. Здесь мы, когда говорим об импортозамещении, мы четко понимаем, что без технологической подготовки, инжиниринга тоже никаким образом не обойтись. И нам бы очень сильно хотелось подкрепить предприятие своими компетенциями, своими студентами, ну и, естественно, будущими выпускниками. В работе у Авиастара подписание еще нескольких партнерских соглашений. Помимо взаимного развития промышленности между Ульяновской областью и Республикой Марии-Эл продолжается сотрудничество в культурной, образовательной и туристической сферах. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.